Сегодня мы с вами поговорим о газе, без которого мы не можем жить. Вы, наверное, уже сразу подумали, что вы знаете, это какой газ? Конечно, это кислород. О кислороде вы уже многое чего знаете, ребята. Кислород, химический знак его О, а простое вещество О2. Атомный вес кислорода 16, а относительно молекулярная масса кислорода 32. Но если это газ, без которого мы не можем жить, значит кислород встречается где, ребята? Ну, конечно же, в воздухе. 21% воздуха по объему составляет кислород. Впервые кислород был получен в 1772 году, но в воздухе он был обнаружен в атмосферном воздухе в 1774 году. И получали кислород в лаборатории из различных веществ путем их разложения. Вы знаете, что такое разложение реакции? Это когда из одного сложного вещества получается несколько простых, сложных веществ. Какие же вещества были взяты? Мы сейчас с вами рассмотрим это. Для этого, так как у вас в учебнике есть несколько рисунков, на которых установлен штатив. И в штативе, в лапке штатива имеется пробирка с газотводной трубкой. У меня здесь пробирка не закрыта, ее нужно закрыть. И газотводный шланг опускается в химический стакан, куда будет собираться кислород. А в пробирку помещается вещество, из которого можно получить кислород. Это разные вещества. Вы можете прекрасно эти опыты посмотреть в интернете. И вот сегодня мы с вами разберем, из чего же можно получить кислород в лаборатории. Первое – это вода. Сейчас мы рассмотрим с вами разложение воды. Вы уже знаете, что в составе воды имеется кислород. Кислород в природе встречается ведь не только в свободном состоянии. В природе есть соли, в составе которых имеется кислород, в том числе вам известная вода. Из воды методом разложения можно получить кислород. Если взять воду, пропустить через него постоянный ток, то в результате из него получается одновременно два газа – это кислород и водород. Данную реакцию, ребята, надо уравнять. Так как у нас мы видим, кислород здесь 2, а здесь 1. Значит, перед водой нужно поставить коэффициент 2. Но тогда у нас и водорода станет 2. 2 умножить на 2, 4. Поэтому мы сюда тоже будем ставить двойку. Выделение газа, ребята, можно указывать, вернее, нужно указывать стрелками, так как газ это улетает. Это первый способ получения кислорода в лаборатории. Также можно получить с помощью других веществ сложных. Первое – это перманганат калия. В быту, ребята, называется он марганцовка. Ну, может быть, у вас дома у многих даже это есть. Это фиолетовые кристаллики, которые, растворяя в воде, раствор становится розовым. Это перманганат калия. И вот, если мы перманганат калия разместим, как я вам показала, в пробирочку и начнем его греть, то в результате его разложения будет выделяться кислород. Но кроме кислорода там еще образуются другие вещи. Соли, также образуется оксид и в том числе кислород. Данная реакция идет при нагревании. Само по себе это не пойдет. Поэтому мы пишем букву Т. Калия, как мы видим в реакции, здесь два, а здесь один. Поэтому мы сюда оставим двойку, и в результате этого мы полностью реакцию с вами уравняли. Если вы посмотрите, у нас здесь в левой части марганца два, а в правой части тоже два. Один и один. Кислорода два умножить на четыре, восемь, а здесь четыре плюс два и плюс два. Опять получилось восемь. Итак, мы реакцию уравняли. Теперь другое вещество. Есть такое вещество гидраргиум О. Это оксид ртути двухвалентного. При его разложении тоже был получен кислород. Гидраргиум плюс О2. Эту реакцию тоже надо уравнять. Как? Так как кислорода здесь было один, здесь два, мы ставим перед оксидом ртути двухвалентного двойку. Вот сюда. Из-за этого мы ставим сюда тоже двойку. Итак, это второй способ получения кислорода, вернее, третий способ получения кислорода в лаборатории. Какое же еще можно взять вещество? Вот такое вещество, например, хлорат калия. Это калий-хлор-О3. По-другому его называют, ребята, бертолетовая соль. Но теперь посмотрите, ребята, я над стрелочкой записываю вот такое вещество, марганец О2. Что это за вещество? Это катализатор. А что такое катализатор? Это вещества, которые ускоряют химическую реакцию, а сами при этом к концу реакции остаются без изменения. То есть эта реакция, кроме нагревания, еще нужно провести в присутствии катализатора. Что же происходит? Калий-хлор-О3 разлагается на калий-хлор и плюс О2. Эту реакцию тоже надо уравнять. Мы видим, что в левой части у нас три кислорода, а в правой два. Что нам надо сделать, чтобы было равное? Поставить сюда двойку, а сюда перед кислородом тройку. И тогда у нас кислорода и в левой, и в правой части станет равное количество. Шесть здесь, шесть здесь. Но мы видим, что здесь калий-хлора две, два калия-два хлора, а здесь один. И поставим сюда тоже двойку. Теперь есть еще одно вещество, при разложении которого можно получить кислород. И не только одно, вообще нитраты. Это мы возьмем с вами нитрат калия. В результате разложения этой реакции происходит вот следующее. Образуется опять соль новая и выделяется кислород. Вот здесь везде надо поставить стрелочки наверх. И тоже реакцию надо уравнять. Реакция тоже идет при нагревании. Как уравнять? Здесь три кислорода, а здесь его четыре. Перед калией-НО-2 поставим двойку. И тогда у нас получается и калий-азота уже два. Мы ставим сюда тоже двойку. В этом случае и правая, и левая часть будут равны. А есть еще одно такое вещество, которое называется перекись водорода. Перекись водорода продается в аптеке трехпроцентной. Но, естественно, для получения кислорода надо взять более высокое содержание процентности. Это перекись водорода имеет формулу H2O2. При его разложении тоже образуется кислород. Эта реакция тоже происходит в присутствии катализатора. Образуется вода и плюс кислород. Вы, наверное, заметили, что в левой части у нас два кислорода, а в правой три. Перед водой ставим двойку, и тогда перед сюда тоже надо поставить двойку. Ребята, мы сегодня с вами разобрали реакции разложения. Вы уже знакомы с этими реакциями. И вот все эти вещества впервые разные ученые получили в лаборатории кислород. Поэтому мы с вами это и записали. Это были способы получения. Хочу сказать, что кислород – это газ бесцветный, без запаха, без вкуса. Мы же его с вами не чувствуем, правильно, в воздухе. И плохо растворяется в воде. Так как кислород плохо растворяется в воде, то, как у вас в учебнике указано, его, ребята, можно получать и пропустить через воду, то есть методом вытеснения воды. Вот этот рисунок, ребята, и показывает такой, как собирать кислород при получении. Методом вытеснения воды. Вот это сегодняшняя наша тема. Домашнее задание. Прочитайте, разберите, пожалуйста, параграф 3.3 и выполните задание на странице 72. Но что бы я хотела вам сказать по поводу задания номер 4. Может быть, вещество CH4, которое нарисовано в диаграмме вена, вас смутит CH4. То есть, может быть, сведения о нем не совсем хорошо знаете. Но хочу сказать, что это газ, который у вас дома горит. Следовательно, это природный газ. И в то же время это органическое вещество. Спасибо за внимание. Здравствуйте, ребята. Тема сегодняшнего урока – подтип черепные рыбы. Как вы помните, на прошлом уроке мы начали знакомиться с животными нового типа, и этот тип назывался тип хордовый. Я тогда вам сказала, что тип хордовый включает в себя три подтипа. И один из них – это был подтип черепные или позвоночные. Давайте посмотрим, кто относится к этому подтипу. Это рыбы, земноводные, рептилии, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. Сегодня мы поговорим с вами о рыбах. Рыбы – это водные животные, тело которых имеет обтекаемую форму, покрыто чешуёй, имеются плавники и хорошо развита челюсть. На сегодняшний день рыба включает два класса. К классу хрящевых рыб относятся акулы и скаты. Чем они отличаются от костных рыб? Ну, во-первых, в течение всей жизни скелет их хрящевой. Помимо этого, у них имеется 5-7 пар жаберных щелей, не прикрытых жаберных крышками. У них нет плавательного пузыря, и для них характерно живорождение. Костные рыбы. Более 20 тысяч видов рыб относятся именно к костным рыбам. Мы рассмотрим строение внешней и внутренней костных рыб на примере речного окуня. Если мы будем рассматривать рыбку, мы чётко видим выделившуюся голову, которая без плавных переходов переходит в туловище и далее переходит в хвост. На голове мы видим глаза, ноздри, рот. Мы не видим жаберных щелей, потому что они прикрыты жаберными крышками. Мы хорошо и отчётливо видим плавники, которые помогают рыбе передвигаться в воде. И у рыбы есть особый орган чувств, который называется боковая линия. Все плавники рыбы делятся на парные и не парные. Спинной плавник, даже если их два, большой и малый, они не парные. Грудные плавники парные. Брюшные плавники парные. Анальные и хвостовые плавники считаются не парными. Все тело рыбы покрыто чешуёй, костной чешуёй, по которой, кстати, можно определить возраст рыбы. Помимо того, кожа рыбы богата железами, которые выделяют слизь. Эта слизь, во-первых, уменьшает трение рыбы о воде, а во-вторых, обладает бактерицидным, то есть защищающим свойством. Теперь поговорим немножко о внутреннем строении рыбы. Начнём с скелет. Весь скелет рыбы можно разделить на отделы скелет головы, скелет туловища и скелет половников. Скелет головы – это череп. Скелет туловища образован позвоночником, который, в свою очередь, делится на туловищный отдел и хвостовой. В туловищном отделе к позвонкам прикрепляются ребра, и скелет половников представлен костями и костными лучами. Хорошо развита мышечная система, а особенно хорошо развиты спинные мышцы и мышцы хвоста. Пищеварительная система начинается ротовым отверстием. Во рту рыбы очень много зубов, тем более, если она хищная. Зубы нужны для того, чтобы захватить пищу, удержать и пережёвывать. Далее изо рта пища через глотку поступает в пищевод, а оттуда в желудок. В желудке начинается переваривание пищи, и частично переваренная пища передвигается дальше в кишечник, а здесь уже заканчивается переваривание и начинается всасывание пищи под действием ферментов пищеварительных желез – печени, поджелудочной железы. Все непереваренные остатки удаляются через зональное отверстие. У рыбы есть особый орган, который называется плавательный пузырь. Плавательный пузырь образуется как тонкостенный вырост кишечника. Он заполнен смесью газов. Если этот пузырь наполняется газами, то рыба становится лёгкой и поднимается. Если пузырь удаляет из себя газы, то плотность рыбы увеличивается и она погружается. Ребята, обратите внимание, что плавательный пузырь только есть у костных рыб. Как я сказала, у хрящевых рыб их нет. Дыхательная система. Органом дыхания рыбы являются жабры. Рыба заглатывает воду и, соответственно, растворённый в ней кислород. Вода, омывая жабры, отдаёт кислород, забирает углекислый газ и удаляется наружу. Кровеносная система. Кровеносная система рыб замкнутая. Сердце есть. Сердце двукамерное, состоит из одного предсердия и одного желудочка. В сердце имеется венозная кровь, которая по брюшной аортии оттекает от сердца и идёт жабра. Именно здесь венозная кровь превращается в артериальную и потом разносится ко всем тканям и органам. Выделительная система. Выделительная система представлена почками. Почки – это длинный орган красно-бурого цвета. Именно здесь происходит очистка крови. Продукты фильтрации поступают в мочевой пузырь через мочеточники. Нервная система достаточно сложная. Она состоит из головного и спинного мозга, от которых отходят нервы. Головной мозг состоит из отделов, таких как продолговатый мозг, промежуточный, мозжечок, средний, передний. Каждый отдел мозга отвечает за какую-то функцию. Так, например, в продолговатом мозге находятся жизненно важные центры – дыхание, питание, а мозжечок отвечает за координацию движения. Органы чувства рыб развиты хорошо. Это и органы зрения, и орган слуха, и орган вкуса, орган обоняния. И, как я говорила, это особый орган чувств – боковая линия. Боковая линия воспринимает силу и направление воды, позволяет рыбе ориентироваться в мутной воде и не сталкиваться с предметами. Размножение. Большинство костных рыб раздельно полые. Оплодотворение наружнее. Самочка вымётывает икру, она оплодотворяется. Из оплодотворённых икринок развивается личинка. Сначала у личинки есть желточный мешок, и первое время она развивается именно за счёт желточного мешка. Помимо того, как запасы желточного мешка иссякают, личинка превращается в малёк, и малёк переходит к активному способу питания. Малёк превращается уже в половозрелую особь. Ну что, ребята, на этом наш урок сегодня подошёл к концу. В качестве домашнего задания я предлагаю вам выучить параграф 42 по типу черепные рыбы и выполнить все задания из учебников. До новых встреч! Здравствуйте, дорогие ученики седьмого класса! Наша сегодняшняя тема — почвенно-растительный покров Азербайджанской республики. Если не вспахиваешь землю, не стоит её защищать. Если не защищаешь землю, не стоит её вспахивать. Давайте подумаем, насколько актуально это высказывание Дайдай Горгуда в наши дни. А сейчас давайте определим, с какой целью используют территории, указанные на карте. Здесь вам представлена карта. На карте указаны цифры. 1, например, Курараская низменность, 3 — Большой Кавказ, 4 — Малый Кавказ, 5 — Горы Нахчевани, 6 — Ленкеранская низменность. Перечертите эту таблицу в тетрадь и в соответствующем столбце отметьте указанные пункты. Здесь у вас два столбца — территории, используемые для растеневодства и территории, используемые для животноводства. На территории Азербайджана почва сменяется с равнинных территорий до высокогорий. Для начала давайте вспомним, что такое почва. Почва — это плодородный слой земли. На территории с более засушливым климатом, например, на низменностях нашей республики, например, на Курарасской низменности, на Самур-Девичинской низменности, на Приарасских низменностях у нас с вами засушливый климат. Здесь распространены серые почвы, к примеру, серые почвы. Эти почвы можно использовать лишь при орошении. На них выращивают такие ценные сельскохозяйственные культуры, как хлопок, виноград, гранат. В предгорьях, примерно до высоты 800 метров, распространены каштановые почвы. Пример каштановых почв. Эти почвы отличаются высоким плодородием, используют для выращивания зерновых культур. А на желтоземах, например, желтоземы, характерных для ленькерасской низменности италожских гор, можно выращивать цитрусовые, такие как киви, апельсины, мандарины и так далее. В низкогорьях и среднегорьях от высоты 500-600 метров до 2000 метров встречаются горные лесные почвы. Эти почвы богаты перегноем. По увлажненности их делят на два типа. На более увлажненных территориях распространены бурые почвы, а на засушливых территориях коричневые почвы. Это предгорья Большого Кавказа, Малого Кавказа. Выше горных лесов распространены горно-луговые почвы. Эти почвы пригодны для летних пастбищ. Выше климат более холодный, и это препятствует образованию почвы. Перейдем к растительному покрову Азербайджанской республики. Растительный покров Азербайджана, как и другие природные компоненты, зависят от высотной зональности. Изменение климата и рельефа с высотой является причиной развития разнообразия растительного мира. В горных лесах распространены ценные породы деревьев, такие как бук, дуб и гра. В полупустынях, например, верблюжья колючка, полынь, солянка, кингис. В горных степях овес, чебрец. Для горных лугов характерна овсяница, например, мятлик луговой. На территории республики встречаются много эндемичных и реликтовых растений, таких как, например, ленкеранская акация или железное дерево, например, горабахский горный мак, шафран, можжевельник или самшит. Для охраны почвенно-растительного покрова и животного мира в нашей республике созданы заповедники, заказники и национальные парки. В качестве домашнего задания выполните задание на странице 110 по учебнику. Используя карту растений и животных, запомните таблицу. Здесь перед вами карта. На карте указаны пункты. Пункт А, Д, Б, В, Е и Г. Рассмотрим один пример. Например, пункт Г. Ленкеранская низменность. Почвенный покров желтоземы, растительный покров железное дерево и растение азат. Спасибо за внимание. До следующего раза.